Посол Азербайджана не исключил полномасштабной войны против Армении. В интервью радиостанции «Говорит Москва» посол Азербайджана в России Палат Бельбелуглы сообщил, что Азербайджан намерен добиться возврата Нагорного Карабаха. Недавнее обострение на Азербайджан на армянской границе не является чем-то новым и сенсационным. Я много раз говорил об этом и говорил президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев, что Азербайджан никогда не смирится с потерей 20% своей территории. Разговор даже не идет о Нагорном Карабахе. Разговор не идет о том, что кто-то хочет выгнать оттуда лиц армянской национальности. Разговор идет о том, что оккупировано 20% территории Азербайджана. Как вы думаете, 10-миллионная богатая, развитая инфраструктурно-оборуженная страна будет ли позволять оккупировать бесконечное количество времени свою территорию? Это же невозможно. По словам посла, мирные переговоры не дают никакого результата. В связи с этим палат Бюльбюлюглы не исключил начало полномасштабных боевых действий в регионе. До тех пор, пока будет оккупирована азербайджанская территория, такие инциденты неизбежны. Мы об этом говорили и в 2016 году, когда были активные боевые действия. Но, к сожалению, большие страны, наши соседи стараются заморозить этот конфликт, чтобы он длился бесконечно. Переговоры не могут идти ради переговоров. Переговоры должны давать результаты. Если они не дают результата, то, естественно, будут военные действия. Поэтому надо, чтобы раз и навсегда была понятна позиция. Я удивляюсь, как ее не слышат и не понимают. Мы об этом много раз уже говорили, что азербайджанский народ никогда не смирится с потерей своих территорий. Разговор идет о выводе иностранных войск с территории Азербайджана. И пока они находятся на территории Азербайджана, такие конфликты будут продолжаться и в один день могут перерасти в масштабную войну, которая будет катастрофой для всего региона. Посол подчеркнул, что в Баку не допустят создание второго армянского государства на территории Южного Кавказа. Дело даже не в том, кто первый начал и кто второй ответил. Это все детали, которые не имеют значения. Вопрос в том, почему это возникает. Потому что оккупированы территории Азербайджана. Потому что иностранные войска силой удерживают территорию Азербайджана. Я не стесняюсь и говорю, что пора решить этот конфликт на основе международного права. А международные права полностью на азербайджанской стороне. Но сколько же можно это терпеть? Это все равно, что в вашей квартире вы кому-то разрешили пережить какое-то время. Предположим, год или два. А потом человек говорит, я здесь жил и эта квартира моя. Давай хозяин, убирайся отсюда. Сегодня азербайджанская армия способна выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим. Верховный главнокомандующий не дает эту команду, потому что не хочет, чтобы текла кровь. Азербайджан понес очередные жертвы. Мы их не скрываем. Вопрос нужно решить. Мы готовы решать его мирным путем. Но не переговоры ради переговоров, а конкретные субстантивные переговоры, которые могут сдвинуть вопрос с мертвой точки. Пока вопрос не решен, такие вещи могут происходить. И еще раз хочу повторить, они могут вылиться в полномасштабную войну со всеми своими негативными последствиями. Привет, друзья! Наконец-то я решился открыть свой авторский канал АЗ20%. Приглашаю вас подписаться и заранее благодарю. Ссылка на канал в описании к этому ролику. Всем удачи и помните, что вместе мы сила! Субтитры создавал DimaTorzok